Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители YouTube-канала «Делья Роподлайн». У меня в гостях Ченгис Мумедов, известный азербайджанский эксперт, публицист. Я обращаю ваше внимание на то, что необходимо подписаться на канал, прокомментировать. Также можете поддерживать финансовое существование этого YouTube-канала. Кроме того, хотел бы порекомендовать вам следующую книгу. Вы сейчас увидите обложку. Это книга Бога Гудварда, известного журналиста, одного из идей, который вскрыл бутергейский скандал, писал об этом, то есть ассоциировался с этим опубличиванием бутергейского скандала. Бог Гудвард, очень известный журналист, он приготовил новую книгу, которая называется «War» в широком смысле война. Это не только российско-украинская война, это и ситуация в Израиле, это целая ситуация противостояния президента Байдена и оппозиции. Любопытная книга, Синена публиковала абстракты из этой книги, то есть аналитику по этой книге. Через неделю будет релиз этой книги, очень советую почитать. Обязательно я с гостями ее обсужу. Может быть, если господин Мамедов хорошо владеет английским языком, думаю, что если он захочет и, например, приобретет на Амазоне эту книгу, мы с ним сможем отдельный выпуск даже на эту тему записать. Это и два, потому что это хоть и не касается, скажем так, некое азербайджано-армянского примирения, но книга интересная, любопытная, так что я в прямом эфире, можно сказать, господин Мамедов, очень рекомендую почитать книгу. Я сам ее почитаю, и потом можем с вами обсудить, опять же, зная, что вы великолепно владеете английским языком. Надеюсь, вы принимаете приглашение, господин Мамедов. Спасибо, Михаил. Спасибо за приглашение и за информацию. Я уже прочитал отдельные моменты, то есть уже были публикации, и довольно интересные факты, особенно меня привлекло внимание, что вот уже в 2021 году американцы прекрасно знали, что Россия готовится напасть на Украину, и, значит, где-то 175 тысяч даже цифр приводится, количество войск, которые Россия мобилизовала для этого. Интересные факты помогают понять многие процессы, происходящие в мире. Да, ну тут действительно те, скажем, абстракты, которые мы видим, они показывают определенные закулисья политики, так, и, ну, любопытно будет обсудить. Давайте все-таки дождемся выхода релиза книги, и я думаю, что с несколькими гостями, включая господину Мамедову, все-таки я обязательно обсужу эту книгу, есть о чем говорить. А мы пока с господином Мамедовым все-таки поговорим о визите премьер-министра Пашиняна президента Алиева в Москву на саммит с СНГ. Вот я господину Мамедову показал точку зрения одного из украинских экспертов, не будем называть кого, который считает, что СНГ – это такая протоконфедерация, которая, собственно, объединилась вокруг Москвы, то есть СССР 2.0, так можно сказать. Вот так вот воспринимается частью экспертного сообщества в Украине. Но я, изучая Южный Кавказ, Центральную Азию, в корне не согласен с этим пониманием, собственно, процессов, происходящих в СНГ, и самое главное отношение Центральной Азиатской Республики, Армении и Диабаджана к России. Но я хочу, чтобы господин Мамедов говорил, и вот господин Мамедов отреагировал все-таки на эту точку зрения. Насколько она состоятельна, и почему мы как будто бы живем в королевстве Кривых Зеркал. То есть, хотя у нас огромный объем информации, огромный объем всего, мы по-прежнему говорим про какой это СССР 2.0. Михаил, это интересный вопрос, хороший вопрос. Я думаю, главную роль здесь играет восприятие вообще всего, что происходит в мире, в Украине. Я это очень хорошо понимаю. Страна находится в состоянии войны, нервы напряжены, страна напрягается из последних сил, сопротивляясь этой агрессии. Это вполне понятно. Поэтому в этой ситуации большую роль играет украинская элита. Она должна... От рядового гражданина нельзя ожидать того, что нужно ожидать от элиты. Элита должна вырабатывать правильные отношения, значит, страны, ее народа и к миру целиком, и к отдельным процессам, и к отдельным государствам. Мы уже обсуждали это в вашем эфире. К сожалению, в Украине есть часть людей, которая наверняка часть из них просто ангажированная, служит определенным внешним силам, интересам. Другая часть зашорена такими вот клише, идеологическими шорами, подходит оценивать мир не реальный мир, а какой-то воображаемый мир, в котором преобладают всякие измы. Капитализм, социализм, демократия, либерализм. Мы живем в реальном мире, и вот в этом реальном мире происходит очередная встреча СНГ. И здесь, в этой ситуации, конечно, каждая страна вырабатывает свое отношение как к СНГ, так и отдельным странам внутреннюю. Я думаю, что это совершенно неуместно говорить об каком-то СССР-2. Не только, я думаю, что члены СНГ, но даже в самой России, я не думаю, что есть такое вот представление, что Советский Союз можно каким-то образом реформировать, создать конфигурацию, конфедерацию или еще что-то. Нет, это уже осталось в прошлом. Сейчас складываются новые отношения в мире. Та система безопасности, которая сложилась после Второй мировой войны, она претерпела уже серьезные изменения. Мир изменился целиком. Произошло это в два этапа. Первый этап – это после распада Советского Союза, когда появилась одна страна Гегемон, это Соединенные Штаты Америки. И второй этап вот наступил уже в последнее время. И как это может звучать непарадоксально, Азербайджан, относительно небольшая страна, в мировом масштабе, я думаю, сыграл одну из важных ролей в этом процессе. Вот сейчас обвиняют Азербайджан, что якобы Азербайджан, в том числе некоторые политологи в Украине, так называемые либеральные представители России. Я подчеркиваю, так называемые, потому что ничего либерального в их позиции нет. Большая часть из них – это такие же империалисты, которые сегодня в угоду политическим конъюнктурным соображениям якобы выступают на стороне Украины. Но для того, чтобы понять, на чьей они стороне, достаточно посмотреть, какое у них отношение, скажем, к Азербайджану, к странам Центральной Азии. Опять же, такое высокомерие, желание поучать. А вот Украина – это, скорее всего, такой вот очень полезный, такой, скажем, полезный фиговый листочек, которым они пытаются прикрыть свои такие не очень хорошие части тела. Вот в этой ситуации, скажем, Азербайджан. Азербайджан обеспечен свою независимость и свой суверенитет. Помните, кричали, что якобы Россия никогда не уйдет с Кавказа, с Азербайджана? Россия ушла из Азербайджана. Азербайджан добился этого. И вот Азербайджан сыграл роль, что и на Южном Кавказе, и целиком в регионе складываются новые отношения. Победа Азербайджана в 44-дневной войне и восстановление суверенитета, я уже говорил это в вашем эфире, сыграла большую роль, что этнический азербайджанец был выбран президентом Ирана. И здесь я не хочу идти, так сказать, по этому дешевому пути, что вот теперь Азербайджан становится какой-то глобальной силой. Нет, но восстановление суверенитета Азербайджана повлияло на какие-то внутренние процессы, мы это обсуждали, я говорил, какие внутренние процессы, не хочу уходить в сторону. Но вот это Азербайджан влияет на процессы на юге, Азербайджан влияет на процессы на западе. И последний, Михаил, я просто хочу, может быть, я предвосхищаю ваш вопрос по поводу последнего наступления президента Азербайджана в Абраиле. Ну вот видите, сейчас в Баку находится специальный представитель президента США Байдена Джон Подеста по климатическим вопросам, обсуждается с Азербайджаном предстоящий КОП-29 и наверняка там обсуждается и позиция Соединенных Штатов. Переговоры, которые будут вести Соединенные Штаты, прежде всего с Китаем, потому что эти две страны являются наибольшими эмиттерами. Вдвоем эти страны ответственны почти за половину всех эмиссий. С другой стороны, сейчас в Баку находится, значит, генеральный директор международного военного штаба НАТО Адамчик, да, значит, находится в Баку. Он сегодня, вчера посетил и даже парк военных трофеев в Баку, о котором тоже в свое время очень, значит, долго кричали западные представители, а также российские так называемые либералы. То есть Азербайджан демонстрирует свою суверенность. Азербайджан – это позиция Азербайджана. И я думаю, что вот как-то, может быть, показаться не странным, Азербайджан не самая большая страна, значит, СНГ, но Азербайджан дает больше суверенности, чем другие страны СНГ. Пожалуйста, Михаил. Ну, смотрите, господин Мамедов, просто здесь же, на самом деле, это очень важный момент, который, на мой взгляд, мы еще будем обсуждать. Так он выходит как бы за рамки новосприятия СНГ Азербайджана. Он говорит в целом о, скажем, о понимании процесса, происходящих на постсоветском пространстве. Дело в том, что, безусловно, в условиях полномштабной российской агрессии диктатора Владимира Путина, аннексии Крыма, аннексии агрессорам других украинских территорий, безусловно, есть четкое представление о том, что вот это не просто, скажем, российско-украинская война, которая родилась из суммы противоречия между сторонами. Это есть некий конструкт, который выстраивает Путин по созданию Советского Союза-2. И вот пока Украина борется с российской агрессией, Путин вот на всех оставшихся территориях, ну практически на всех, вот уже выстрел вот этот СССР-2. То есть фактически Украина осталась последним форпостом борьбы демократии против кремлевской диктатуры. Так вот, это есть некий нарратив, который очень активно эксплуатируется на Западе. Но я понимаю, когда это говорят простые люди, например, в Украине, которые пострадали от российской агрессии. Так, потому что человеку всегда важно найти, скажем, некое объяснение, да, некое объяснение происходящему. Но я даже в какой-то степени могу понять украинских экспертов, которые в любом случае подвержены определенной конъюнктуре. Ну вы понимаете, да, что в Азербайджане примитно, как в Азербайджан-армянской войне существует конъюнктура, особенно раньше существовало. Любой человек, который высказал некую точку зрения, эта точка зрения выходила сразу в диссонанс. Ну мы это знаем, вы это знаете прекрасно. Но я не могу понять Запад. Ведь Запад постоянно эксплуатирует вот этот тезис с Советским Союзом 2.0, при этом замечательно торгует с агрессором Владимиром Путиным. При этом он замечательно выстраивает отношения с диктаторской Россией, рассказывая о том, что, скажем, Россия пытается выстроить СССР 2.0. Вот как-то это не вяжется. Ну то есть я здесь вижу, скажем, определенные двумыслия, которые, скажем, Украину поставило в тупик. Да, вот когда Украине, например, говорили, вот НАТО, 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 все, Украина будет в НАТО. То есть вчера Сиярта заявляет о том, что Украина за пребывание Украины в НАТО не готова голосовать страны НАТО. Об этом говорит премьер-министр Фитца Словакии. Ряд других чиновников об этом не говорят, но об этом думают, мы это понимаем, так? То есть нет консенсуса по поводу членства Украины в НАТО. При этом Украине никто так никогда не формулировал, вместо этого давая лжи и обещания. То есть, короче говоря, не кажется ли вам, что по сути, по сути, ну вот в какой-то степени Украину, значит, Запад, то есть при той сумме противоречий, которая была, безусловно, с Россией, при там имперской российской политике и прочее, Запад Украину как бы подтолкнул, оставил на один на один с агрессором, по сути, а теперь не имеет консенсуса по поводу ключевых базовых, собственно, вещей, ради которых Украина все эти годы боролась, именно вступлением НАТО и Европейский Союз. – Михаил, вы совершенно правильно обрисовали ситуацию. Обратите внимание, намечался, значит, очередной митинг Рамшнайя, значит, Байден оказался прилетать на этот митинг, потому что Флорида была, значит, под воздействием урагана, но я немножко не понимаю, президент, что будет руководить штабом, значит, с помощью Флорида… – Он же избирательная кампания, господин Мамьядов, и госпиталиканцы бы сказали, что пока идет в руках президент за пределами страны, да. – Михаил, дайте договориться. – Да. – Да, дайте договориться. Значит, как раз я это имел в виду. Значит, Трамп в своих речах в последние дни обвинил, значит, Байдену, администрацию, что они не уделяют достаточное внимание, и вот из-за внутриполитических причин Байден отказался лететь в Рамштейн. Это первое. Второе. В отличие от Украины, у Азербайджана уже на протяжении всех последних 30 лет не было иллюзий в отношении Запада. Их не было и их нет. Запад, который, вот, скажем, во время распада Советского Союза, первые годы, скажем, 90-е годы, такой была идеализация Запада, но очень быстро глаза у Азербайджана открылись. 907-я поправка вот Freedom Support, как-то поддержки демократии, и последующие действия Соединенных Штатов и Запада, как их деятельность в Минской группе, так и потом, значит, во время 44-х дневной войны, прекрасно показали и Азербайджану, и азербайджанскому обществу, и элите Азербайджана, что Запад преследует тоже свои цели. И вот на фоне, Украина должна оценивать свою ситуацию на фоне вот этой реальной ситуации, а не тех иллюзованных представлений, которые существовали в Украине, вот, и по поводу НАТО, и по поводу Европейского Союза. И я, как и большинство населения в Азербайджане, очень переживают за Украину, следят за всеми событиями, которые происходят в Украине, болеют за украинский народ. Вы знаете, что вот 30 украинских детей, значит, они находятся сейчас в Азербайджане. Была фотография посла Украины в Азербайджане с этими детьми. И Азербайджан оказывает всякую, всяческую гуманитарную помощь в Украине. Если вот Азербайджан, как представляют ситуацию, некоторые западные политологи и, значит, участвующие в ходе вместе с ними российские вот так называемые либералы, если бы Азербайджан находился в фарватере России, Азербайджан не делал бы этих шагов. Но вот в определенной степени, в определенной степени, я хочу подчеркнуть, позиция Азербайджана в отношении с СНГ и с Россией диктуется прежде всего позицией западных стран. И вот в последнее время ни с того ни с сего Азербайджан подвлекся, значит, атакам. И это были оркестрированные атаки. Значит, Алин Симонян, спичер парламента Армении, Аррат Мирзаян, министр иностранных дел, помощник, значит, Пашиняна. Все, значит, вдруг заговорили. Это митинг франкофонии, который недавно состоялся. И президент Азербайджана заявил, что это все оркестрируется государственным департаментом США. Вот, а что последовало после этого? Последовал, значит, визит помощника президента по климатическим изменениям Джона Подесты. Последовал визит, вот, как я говорю, высокопоставленного члена НАТО в Азербайджан. То есть Азербайджану все время приходится демонстрировать. Хотя, если бы не было вот такой предвзятой позиции Запада и преследований своих интересов, таких сугубо эгоистичных интересов на пространстве бывшего Советского Союза, я думаю, что ситуация была бы совершенно другой. В том числе в Украине. Вот, к сожалению, такая ситуация и очень трудная ситуация. Я прекрасно понимаю и руководство Украины, президента Зеленского. Очень трудная ситуация. Каким-то образом выходим из этого. Ну, вот, в какой-то степени, в какой-то степени, тут нужно, я думаю, подчеркнуть, что, скажем, и Армения, и Азербайджан, и Армения, и Азербайджан, они, безусловно, не то, чтобы воспользовались, правильный глагол нужно подобрать. Они, скажем, используют, так, вот, факт, что Россия увязла в войне в Украине, она вообще длится три года, то есть Армения, это 14 миллиардов экспорта, импортных операций, торговля с Россией, баснословно, нет у Армении товаров, услуг на 14 миллиардов долларов, и она не может потребить столько услуг. То есть мы понимаем, что это такой откровенно топорный реэкспорт, который идет, значит, в Россию, через Россию и так далее. Да, из России. С другой стороны, вот вчера президент Алии выступал, давал интервью российскому телевидению, он говорит о том, что санкции – это плохо. И вообще санкционная политика – это плохо, и вообще Соединенные Штаты Америки неблагодарны, поскольку когда им нужно было помочь в Афганистане, мы им помогали, а сейчас уже, когда они вышли из Афганистана, снова, значит, заговорили по поводу санкций. И получается так, что позиция Запада и политика Запада, непродуманная достаточно, значит, она приводит к тому, что, объективно говоря, враг моего врага – мой друг. То есть, условно говоря, Азербайджан не враг Западу, но вот эта санкционная политика против Запада, давление Франции на… То есть санкционная политика Запада против Азербайджана, давление Франции на Азербайджан приводит к тому, что у Азербайджана налаживаются, в том числе, отношения с Россией, потому что Азербайджан как бы страдает, условно говоря, от политики Запада, которые Россия считает несправедливой по отношению к себе в условиях российской агрессии против Украины. Вы согласны этим? Михаил, вы обрисовали ситуацию очень близко, с моей точки зрения, к реальность. Да, так и происходит. Обратите внимание, у Азербайджана оборот с Россией возрос на проценты, у Армении возрос, если не ошибаюсь, четыре раза, может быть, даже уже еще больше. Но что мы слышим, значит, ведущих от политиков, информационное пространство, ведущих экспертов? Значит, нападкам подвергается Азербайджан. Вот это одна из причин, и санкции предлагаются в отношении Азербайджана. 60 американских конгрессменов пишут письмо в государственный департамент применить санкции к Азербайджану. И помните, мы с вами обсуждали даже ситуацию в Грузии. И я статью свою как назвал? Я назвал ее, что как Запад толкает Грузию в луны России. Грузия постаралась обеспечить свою большую суверенность, потому что суверенность – это не только суверенность от России, суверенность, может быть, и от других каких-то внешних игроков. В данном случае Грузия постаралась обеспечить свою суверенность от Запада, потому что, прежде всего, я думаю, что основную роль играет здесь Грузия как коммуникационный такой мост вместе с Азербайджаном между Востоком и Западом. Естественно, Грузия хочет, чтобы у нее было больше возможностей контролировать вот это пространство. С другой стороны, мы видим уже давление Запада, и, прежде всего, Соединенных Штатов Америки, на Грузию. Потому что Грузия и Азербайджан – это два звенья одной цепи. Это две опоры одного моста. И без одной опоры другая не имеет смысла, не имеет никакого значения. Поэтому, вот, а к чему это привело? Это привело к тому, что сейчас в Грузии сложилась очень трудная ситуация. Михаил, обратите внимание, вот это, к сожалению, не уделяется внимания в интернет-пространстве. Грузия идет к гражданскому противостоянию. Сейчас, значит, оппозиция уже готова обвинить грузинскую мечту власти Грузии в подтасовке выборов. В свою очередь, если, скажем, выиграет оппозиция, то будет сопротивление со стороны грузинской мечты, которая будет считать, что основную роль здесь сыграла какая-то позиция в помощи, не знаю, запрессивной игры Запада, в том числе вот обвинение грузинской мечты в том, что она якобы пророссийская. Вот это вот противостояние, к чему может вылиться, и какие-то будут иметь последствия для всего Южного Кавказа. Вот представьте себе ситуацию в конце октября, после того, как пройдут выборы в Грузии. А не виноват ли в этом Запад в создании этой ситуации? Виноват, однозначно виноват. Не стоило создавать в Грузии вот такое противостояние, потому что Грузия просто постаралась обеспечить свою суверенность. Я не являюсь сторонником всех методов, которые использует грузинская мечта. Я очень с большим уважением относился и к Саакашвили. Я ценю то, что сделал Саакашвили для Грузии во время своего президентства. Но в стране ситуация меняется, у людей меняется настроение. Любая реформа болезненна, очень болезненна. Саакашвили сделал большие реформы в Грузии, но они сопровождались большими экономическими, социальными и культурными какими-то процессами внутри Грузии. И надо странам давать возможность передышать и не принуждать их к действиям, которым они не хотят. Азербайджан принуждается вот с Западом к каким-то действиям, которые Азербайджан иногда не хочет. Дорогие друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, комментируйте. Друзья, обращаюсь к вам с просьбой, поддерживайте YouTube-канал финансово, материально. Это легко можно сделать, если вы находитесь в Украине, либо Азербайджане, Италии, Австрии, Германии. Это можно сделать через PayPal, через революцию. Если вы находитесь в каких-то других странах, вы можете сделать с помощью криптопереводов, с помощью того же PayPal. В общем, я вам буду благодарен за поддержку. Спасибо. Вы знаете, господин Мамедов, я все-таки вам задал вопрос, который оставил господин Чичилашвили. Не кажется ли вам, что мы видим здесь абсолютно два разных подхода, применительно к Армении и к Грузии. То есть, с одной стороны, Армения, при том, что она декларирует как бы западные ценности, ориентацию на европейскую интеграцию, т.д. и т.п. Это постоянно звучит, значит, в Армении. То есть, Армения даже как-то это подчеркивает, что вот мы – это, значит, не Азербайджан, так вот мы – это европейцы, мы – это западники, то есть мы – это западный такой вот фронтир, можно сказать, евроатлантического сообщества. То есть, вот я заметил, армянские эксперты, вот это вот есть, да, вот это культивирование Армении как части Запада. А при этом, при этом Армения ездит в Россию, в Армении ездит, значит, на Сабантуи Владимира Путина, представители, ну, честно, теми, преминистра Пашинян. То есть, Армения наращивает торговлю с Россией. То есть, по большому счету, то же самое пытается делать Грузия. Опять же, мы не ценим, это плохо или хорошо, но грузинская мечта декларирует, значит, сближение с государственным агрессором России. А грузинская мечта считает, что это может привести к реинтеграции, значит, Грузии. Может быть, и не приведет, но это их позиция политическая. Но при этом Грузию, как бы, критикуют в отношении грузинских чиновников, политических лидеров, бизнес-лидеров, готовятся ввести санкции. То есть, Грузия находится как бы под боем. А на ситуацию с Арменией закрывают глаза. Еще раз, я очень рад за армянское общество, за государство Армении, что им удается ввести такую политику. И это тоже нужно уметь. Может быть, благодаря диаспоре, еще кому-то. Но просто вопрос, почему таких два разных подхода? Михаил, здесь несколько причин. Некоторые вы уже сами обрисовали, но достаточно вспомнить знаменитую фразу Трумэна, когда говорил, что подлец, ну наш подлец. Значит, у Аменича очень много, не то что двойных, тройных, я не знаю, многомерных стандартов. И в отношении к Армении основную роль играет, что Армения используется как орудие против Азербайджана. Вот отношение Запада к Армении в меньшей степени, может быть, даже диктуется ее прозападной политикой, чем, значит, использование Армении как ресурса против Азербайджана, а значит, против уже формирующейся, значит, формирующейся организации тюркских государств, которая уже в ближайшем будущем будет, значит, пользоваться уважением небесам. И вот поэтому на многое закрываются глаза. К сожалению, вот мы живем в реальном мире, и то, что Армения сейчас контролирует вот этот Зангизурский коридор, который является важным звеном между Востоком и Западом, вот это одна из основных причин. А в отношении Грузии мы сказали, Грузия как раз второе вот это звено, это второй мост между Востоком и Западом, вернее, первый же действующий, и если заработает Зангизурский коридор, то это будет второй мост или первый. В общем, два моста. Поэтому на Грузию вот оказывается такое давление. Запад хочет контролировать, значит, ситуацию на Южном Кавказе, потому что Южный Кавказ является важным звеном между Западом и Востоком. Китай является во всех документах Соединенных Штатов, значит, стратегическим противником номер один. Китай зарабатывает большие деньги. Первым торговым партнером Китая является Западная Европа. Вспомните, значит, совершенно недавно Европа ввела санкции на электромобили из Китая. Большие, значит, налоги пошли. Почему? Потому что уже западные технологии уступают. Китай является сейчас лидером по количеству патентов, которые представляются, уже в полтора раза переезжают Соединенные Штаты. И вот Соединенные Штаты видят Китай как противник номер один. И вот стратегия Соединенных Штатов направлена в основном на сдерживание экономического роста Китая. А Азербайджар играет здесь основную роль. Армения играет роль такого сторожевого, извините, пса на этом регионе. И вот она, значит, контролирует этот процесс. Поэтому на Армению закрываются глаза. Армении, значит, прощаются ее, так сказать, грещи. В отличие от Грузии. На Грузию, наоборот, оказывается давление. И желание Армении, Соединенных Штатов, контролировать Грузию, а значит, контролировать Грузию, контролировать Азербайджан, организацию чурчих государств и Китай в том числе. Ну что же, и в завершении. Достигнута была договоренность о том, что с 1 января 2025 года в процессе охраны государственной границы Армении, то есть в процессе охраны государственной границы Армении с Турцией и Ираном... С Турцией и Ираном будут отвечать... Я не ошибаюсь только с Ираном пока. Пока Турция не говорится. Я, во всяком случае, в новостных каналах видел упоминание Ирана, не Турции. Но мы можем уточнить... Не-не-не-не-не-не-не. В процессе охраны государственной границы Армении, Иран и Армения, Турция будут участвовать и пограничные войска Службы национальной безопасности Армении. То есть не только российские войска ФСБ, российская погранслужба ФСБ, а и погранслужба, которая входит в Службу национальной безопасности Армении. Также пресс-секретарь Пашняна уточнила, что служба на КПП госграницы Армении и Иран будут полностью нести пограничные войска Армении. То есть границу с Ираном будут охранять совместно российские и армянские пограничники, а на КПП будут, естественно, стоять представители армянской погранслужбы. Вообще, конечно, тут не позавидуешь Армении, что, по сути, на протяжении 30 лет граница суверенного государства охраняет какое-то другое государство. Это вообще фантастика, на самом деле. Ну, допустим. Насколько это решение, оно, объективно говоря, поможет теме разблокировки Зангизурского коридора, Зангизурской дороги? Очень хороший вопрос. Конечно, не поможет, наоборот, будет препятствовать. Как я сказал, Запад пытается контролировать этот коммуникационный путь. И вот это, значит, последнее соглашение как раз очень хорошо укладывается в эту вот, значит, ну, в эту ситуацию. Таким образом, Запад с помощью, значит, Армении будет контролировать в дальнейшем, этот процесс не ведет, значит, к мирному соглашению между Арменией и Азербайджаном. Потому что ситуация, когда две части Азербайджана не соединены коммуникационно между собой, не служит процессу мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Азербайджан, как вы знаете, в последнее время, значит, смягчил свою позицию, даже в отличие, скажем, от требований изменить конституцию, вопрос коммуникации не поднимался. Но, мне кажется, на фоне тех процессов, которые уже происходят, и на фоне, скажем так, ожесточения позиции Армении, я здесь хочу еще привлечь внимание на то, что Армения не подписала некоторое положение в заявлении СНГ, они как раз касались обязательств Армении, что не поднимать определенные вопросы на международных площадках. Армения вот отказалась. Значит, Армения хочет, она ведет игру на, теперь, не знаю, получится ли это, такая вот очень сложная, на самом деле, растяжка, играть сразу на многих тосках. Для этого требуется очень большой ресурс. Вот Запад обеспечивает Армению ресурсом, но хватит ли у нее внутренних ресурсов, я не знаю. Это уже покажет ближайшее будущее, потому что вот такая очень-очень трудная растяжка сейчас в настоящее время у Армении. То есть правильно ли я вас понимаю, что, с одной стороны, Запад, он использует некрасивое слово, он рассчитывает на Армению как на сдерживающий фактор по отношению к Турции и России, с другой стороны, Россия использует Армению для, скажем, сдерживания фактора Турции и Азербайджана. То есть и здесь, можно сказать, что Армения обладает определенной золотой акцией в регионе, в том смысле, что сейчас ситуативно, но вот многие акторы, они как бы зависят от Армении, особенно в условиях российско-украинской войны, тем самым у Армении есть карбланш на проведение вот такой внешней политики, которую проводит Армения, причем парадоксально, да, границы Армении охраняются чужим государством, при этом внешние политики в публичной Армении пользуются намного более большим люфтом, чем та же Грузия, у которой границы охраняют грузинские пограничники. Ну, парадокс. Да, совершенно верно. И этот парадокс объясняется именно использованием Армении с западом против Азербайджана. Россия преследует свои цели. И вот мы живем в многомерном мире. Обратите внимание, например, Читай и Индия находятся в очень сильном противоречии друг с другом. Ну, скажем, с точки зрения изменения климата обе страны находятся в одном лагере развивающихся стран и противостоят западным развитым странам. Мы живем в таком мире, что бывают ситуации, скажем, возьмите ситуацию между Россией и Турцией. Турция, вчера, значит, помощник президента Эрдугана заявил о том, что они как признавали, так и признают территориальную целостность Украины и считают Крым территорией Украины. Но при этом бывают моменты, когда Турция, страна НАТО, значит, позиции Турции с Россией совпадают. Вот в этом многомерном мире, к сожалению, вот к сожалению, Михаил, я на самом деле переживаю, Украина оказалась в ситуации, когда у нее вот меньше всего возможностей маневрировать. И я считаю, что каким-то образом надо Украине взять передышку. Надо взять передышку, заключить перемирие, как Азербайджан заключил в 1994 году, и потом начать выстраивать, значит, отношения. А если вернемся к Армении, как я сказал, Армения понимает вот это то, что ей выпал такой сейчас шанс в этой ситуации, в нынешнем раскладе сил на международной арене, но для этого требуются ресурсы. Хватит у нее внутренних ресурсов, трудно сказать, посмотрим, покажет это. Знаете, я все-таки вы опять затронули Украину, я должен отреагировать, захотите отреагировать и вслед. Вы знаете, я бы не сравнивал Украину с Азербайджаном, хотя, каюсь, долгое время я это делал, сравнивал Украину с Азербайджаном, вообще это популярно, у нас сравнивать Украину с Азербайджаном, с точки зрения, что Азербайджан докупировал свою территорию, вот Украина, значит, тоже докупирует территорию, то есть Азербайджан как бы создал прецедент, Но это же не вся правда. Если мы говорим о деоккупации Азербайджаном в своих территориях, это целый комплекс мер, которые оба президента, Гидар Алиев и Эльхам Алиев, они применяли для того, чтобы реформировать свою страну. От идеологии до философии, экономики, социальной организации, в общем, всего. То есть это просто совершенно другой Азербайджан потерял Карабах и совершенно другой Азербайджан вернул Карабах. Это просто два разных Азербайджана. Хотя формально это Азербайджанская республика. И это первое. Второе, ну мы же с вами понимаем, что, скажем, сила инерции, она очень высока. Инерция украинской политики, она очень высока. На протяжении 20 лет. Вот я был сам уверен. Так что вот можно рассчитывать на Запад, что Украина должна стать членом Европейского Союза, Украина должна стать членом НАТО. Я вот долгое время отбокотировал идею, значит, европейская интеграция, Украина интеграция Украины в НАТО. Но теперь, опять же, наблюдая позицию Запада, я очень разочарован. Как разочарован в том числе позиции Франции с ее французским легионом и всей этой риторикой, которая абсолютно не имеет почвы под собой. И тут вопрос, понимаете, мало же подписать какую-то бумагу, так, хотя понятно, что всегда есть аргумент, что подписать бумагу с России, собственно, бумага, подписанная с Россией, не стоит, собственно... То есть договор, подписанная с Россией, не стоит и бумаги, на которой он написан. Можно, скажем, и привести этот известный цитат. Он даже делал не в этом. Никто не может сказать, что будет завтра. Другой вопрос — это в изменении философии, когда ты понимаешь, что все твои представления о добре и зле, о внешней политике, о внутренней политике, а не нуждаются в пересмотре. Потому что ты был уверен в Западе, а Запад, собственно... Ты думал, что смотришь в бездну, а бездна посмотрела в тебя. То есть Запад посмотрел, и оказалось, что кроме этих разговоров о ценностях на Западе ничего нет. Запад спокойно закрывает глаза на российские преступления в Украине, Запад спокойно закрывает глаза на разрушенные украинские города. И, собственно, не говоря ни слова о европейской интеграции, интеграции в НАТО Украины, за что Украина боролась за этот выбор. И это же требует огромной переоценки. Вы понимаете, такая инерция. Даже сомневаюсь, что в Азербайджане была такая инерция. Ведь у Азербайджана не было иллюзий по поводу Армении или России. Понимаете? А у Украины были иллюзии по поводу Запада и по поводу НАТО и Европейского Союза. Вот в чём разница, на мой взгляд. Вы можете отреагировать. Конечно, всякое сравнение хромает. И нельзя сравнивать Украину и Азербайджан. Вернее, нельзя ставить знак равенства ситуации в Украине и ситуации в Азербайджане. Абсолютно. Но определенные похожие элементы присутствуют. Азербайджан тоже питал иллюзии в конце 80-х, в начале 90-х годов. Вот нам казалось, что Запад не проинформирован. Достаточно тратить силы на распространение информации, фотографии, видео и всё остальное. И определенное время это продолжалось. Только вот спустя годы мы поняли, что дело не в этом. Что мы являемся тем, чем мы являемся. И независимо от того, что бы мы ни делали, мы не будем применять Западом так, как, скажем, они относятся, скажем, ну, я, например, я не знаю, к примеру говорю, к Польше или к Венгрии, я не знаю, к Словачии, Словении. То есть это постепенно приходило понимание. Но в отношении Украины я хочу сказать, что в любом случае нужна передышка. Я не знаю, качья-то форма примет. Я хотел бы, чтобы это было на каких-то более-менее почетных условиях, потому что самое главное, чтобы оставался, вот, я не знаю, дух сопротивления, желание каким-то образом восстановить страну. Вот нужно соглашение, которое позволит Украине выйти из ситуации вот с таким настроением. А дальнейшее уже покажет, так сказать. Украина выяснит, в каком реальном мире она живет. Качья у нее есть в козыре. Реально оценит, значит, Запад, какие интересы Запада. Как можно обеспечить свои интересы в угоду западным интересам. Чего хочет Россия. Как можно сыграть на каких-то интересах России. Вот для всего этого требуется передышка. Поэтому я, сочувствуя Украине, я хочу, чтобы Украина получила вот такую возможность. А какие будут процессы происходить из России. Михаил, я хочу здесь коснуться и динамики, вот, скажем, нарратива, дискурса, который вот происходил. Сначала, после агрессии, значит, Россию на Украину. Сначала, значит, первые дни. О, Украина, значит, не продержится на защиту. Потом Украина, к чести, значит, ее защитников, продержалась. Некоторое время западные эксперты, а также вот эти российские, так называемые, либералы. Все, Украина выиграла. Россия скоро, значит, проиграет. Россия распадается. Теперь те же самые эксперты, значит, говорят другим языком. Поэтому надо просто перестать вот верить всяким этим спекуляциям, посмотреть на ситуацию реальную и с точки зрения реалполитик. Не с точки зрения догм, не с точки зрения вот противостояния демократии, там, автократии, либеральный, значит, либерализм или, я не знаю, татаритаризм. А вот с таких точек зрения, которые обеспечат правильное понимание международной ситуации, роли Украины в мире. Вы думаете, что все в Европе очень хотят сильную Украину? Я не хочу называть страны, не буду называть страны. Есть много стран в Европе, которые не хотят сильной Украины. Поэтому вот эта реальная ситуация надо будет Украине вот нейтрализовать. Вот говоря языком знаменитого фильма «Покаяние», превращать, значит, врагов в друзей, но не наоборот, понимаете? Поэтому в этой ситуации Украина, я думаю, нужна передышка, и с передышкой Украина сможет постепенно, постепенно, значит. И здесь в определенной степени, Михаил, я еще коснусь вопроса, немного с Грузией верны, чем с Азербайджаном. Демография играет большую роль. Значит, скажем, Грузия, путь Грузии к восстановлению суверенитета над Абхазией и над Смывальским регионом немного мне напоминает, скажем, каким образом Украина может восстановить свой суверенитет над Крымом и над восточными территориями. В Азербайджане была другая ситуация. В Азербайджане, значит, были изыграны сотни тысяч азербайджанцев из этих регионов. Азербайджану надо обеспечить возвращение населения в эти регионы. Вот я хочу, чтобы это тоже, когда я сказал, что всякое сравнение хромает, вот надо все-таки исходить из реальной ситуации. Ну да, знаете, меня всегда поражает, я так люблю читать какие-то старые подборки газет, еще чего-то, но насколько это возможно про Азербайджан. И меня всегда поражало, как президент и Гидар Алиев, будучи серьезным политиком, опытным политиком, человеком со статусом, встречался с господином Кочаряном, когда Армения фактически оккупировала Карабах, потом же делал это Ильхам Алиев. Я уверен, что ни один, ни другой не испытывали никакого эстетического удовольствия от этих встреч, не испытывали никакого удовлетворения. Но вот была четкая установка, вот как писал кардинал Ришли, то есть вот говорите, говорите, то есть сами по себе переговоры, они, может быть, когда-то дадут какой-то результат. То есть в этом и смысл переговоров, как таких. То есть вот пример Азербайджана, он в этом показателен, потому что, опять же, Гидар Алиев, человек, который мог теоретически стать вообще руководителем Советского Союза, вот он встречался с Робертом Кочаряном, но я думаю, тут сравнение излишне, да, с одной стороны фигура Алиева, с другой стороны фигура Кочаряна. И тем не менее Алиев с ним встречался один на другой, потому что понимали, что это для дела, и исторически, исторически, если так посмотреть, ну, в этом есть как бы определенная логика. Я смотрю сейчас, например, Алиев встречается с Пашиняном, ну да, Пашинян не имел никакого отношения к Арбахской войне, это уж точно первое, я имею в виду. Ну и к геноциду азербайджанцев, к Аджелинской трагедии тут Пашиняна никак не привяжешь, это факт. Но все равно я имею в виду, что вот Алиев, вот он, скажем, когда речь касается практической дипломатии, для него эмоции отходят на второй план. И вот эта вот четкая линия на усиление Азербайджана, так более того, Азербайджан знал, какую роль Россия сыграла в армянской агрессии в начале, значит, 90-х годов. То есть, если бы не Россия, Армения в жизни не оккупировала Карабаха, не удержала его, но при этом все равно, значит, Гидар Алиев встречался, Ильхам Алиев встречались, и они до сих пор знают цену прекрасно диктатору Владимира Путина. Но вот Ильхам Алиев, он понимает, что это часть игры дипломатической, да, вот, и нужно играть теми картами, которые розданы. Ну вот мне так кажется, так сказать. Вам кажется правильно, Михаил, вы правы. Прежде всего, Азербайджан выиграл, прежде всего, скажем, пробовую и интеллектуальную войну с Арменией. Азербайджан опирался на положение, значит, организации объединенных наций, на резолюции Совета безопасности ООН. Я вот здесь вспомню всего лишь одну встречу еще до Второй Карабахской войны в Мюнчине, когда были дебаты между президентом Азербайджана Алиевым и премьер-министром Пашименом. И на этих дебатах они вот предшествовали Второй Карабахской войне. Президент Алиев прекрасно, так сказать, и с исторической точки зрения, и с правовой точки зрения, и даже с эмоциональной точки зрения Азербайджан еще был проигравшей стороной, еще не было Второй Карабахской войны. И вот даже вот вы несколько раз говорили, что вот армянские эксперты не приходят на ваши каналы. Михаил, Азербайджан выиграл эту войну прежде всего интеллектуально, в правовом аспекте и в эмоциональном аспекте. И вот я думаю, что нельзя проводить прямые параллели. То есть я против того, чтобы советовать Украине, абсолютно, я боюсь такого высокомерия, сами украинцы должны изучать азербайджанский опыт, опыт других стран. Были страны, которые тоже оказывались в трудной ситуации. И это поможет просто. Я знаю, что есть потенциалы Украины, интеллектуальный потенциал, творческий потенциал, научный потенциал. Украина была, в общем-то, самой развитой зоной Советского Союза или одной из самых развитых. Значит, Украина находилась на одном уровне с Польшей к моменту распада Советского Союза, вернее, с перестройки. И поэтому этот потенциал, я думаю, еще существует. Просто надо правильно, так сказать, выставить, освободиться от иллюзий, смотреть на мир глазами, открытыми глазами, реально оценивать ситуацию. И я думаю, что у Украины есть хорошее будущее. Я желаю Украине всего хорошего. Бурлит общественной жизни в Армении. Вот Баграт Голстынян требует возбудить уголовное дело против Пашняна за, цитирую, соучастие в геноциде и этнической чистке в Карабахе. То есть, Баграт Голстынян требует возбудить уголовное дело против Пашняна за соучастие в геноциде и этнической чистке в Карабахе. Ну, это фантастика. Просто, конечно, политическая жизнь в Армении, она действительно бурлит. Но хотите, можете прокомментировать, мы закончим. Обязательно прокомментирую. Михаил, обратите внимание, если бы власти Армении не поднимали бы этот вопрос на всех международных площадках, и совершенно недавно это Арарат Мирзарян, министр иностранных дел, Алин Симонян, организация франкофонии, конечно, Голстынян с логической точки зрения, он прав. То есть, если вот руководство Армении право, если оно поднимает эти вопросы на международных площадках, то премьер-министр Армении, который промолчал, значит, не говорил об этом во время 44-дневной войны, а потом, вспомните первые часы после, значит, однодневной антитеррористической операции мероприятия Азербайджана. Пашинян заявил, это есть, так сказать, в печати, открытой в интернете, он сказал, что Азербайджан не, значит, совершал военных преступлений. Но прошло время, вдруг Пашинян заговорил другим языком. То есть, если вот руководство Армении право, и опять говорю, если, то есть, оно абсолютно не право, это не вопрос. Многочисленные свидетельства, видеокадры, значит, организации объединенных наций, что никаких этнических числок в Карабаче не было. Они сами покинули Карабах. Но если вот позиция, нынешняя позиция руководства Армении правильная, то в этом случае Галстанян совершенно прав. Пашинян является соучастником, Пашинян, значит, действовал вместе с Азербайджаном. Да, вот это вот действительно здесь абсолютно на 150% согласен, потому что тут же какая логика? Если вы ведете переговоры, мирные переговоры, значит, с Баку. Вот Пашинян вчера говорил о том, что Армения хоть в этом месяце готова подписать мирный договор. Получается, что Пашинян подписывает мирный договор с государством, как бы, хотя мы знаем, что это совершенно не так, не было никаких этнических чисток, никакого геноцида, нет никаких свидетельств этого права, но как бы подписывает договор с государством, которое совершало геноцид и этнические чистки. То есть получается, что Пашинян соучастник. Но тут же действительно порочная логика, абсолютно порочная логика с точки зрения Пашиняна, потому что попытку удовлетворить интересы всех приводит к тому, что ты становишься крайним для всех. Михаил, совершенно верно. И вот мы уже коснулись вопроса, что Армения делает очень сложную, трудную растяжку. Вот это один из элементов этой растяжки. Внешняя поддержка есть, она ощущает поддержку с Запада. Россия для своих интересов тоже оказывает поддержку Армении, но хватит ли у нее ресурсов для такой растяжки? Причем в долговременной перспективе. Потому что ситуация меняется. Никто не мог предсказать, что в 2020 году, к сентябрю 2020 года сложится ситуация, когда Азербайджан сможет начать восстанавливать свой суверенитет. И мы не знаем, сейчас Армения откладывает вопрос изменений в своей конституции до 2027 года, а до этого почти три года. А что произойдет за эти три года? Какие изменения будут в глобальном масштабе? Как будет меняться ситуация в Соединенных Штатах Америки? В отношениях между Соединенными Штатами Америки и их союзниками в Западной Европе? То есть здесь это уравнение с очень многими неизвестными. И мне кажется, Армения подвергает себя очень большому риску. Но это не мой, так сказать, вопрос. Это вопрос для внутренних, значит, экспертов и армянской элиты. Это им отвечать за... Это они несут ответственность перед армянским народом. Господин Мамедов, я благодарен за очень интересное интервью. Друзья, пожалуйста, поставьте лайк, комментарий. Это очень важно для проезжения канала. Так что можете финансово поддерживать работу канала. Сегодня у нас будет украинский эксперт еще Геннадий Дубов и один эксперт из Азербайджана. Поэтому обязательно, да, и посмотрите... Книгу, которую вы упомянули, Михаил. Да, 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 да. Но книгу Боба Будворта безусловно следует посмотреть. Напоминаю, вор, да, вор в широком смысле. Но господин Мамедов знает, что the war, да, это сначала бы конкретная война, а вор это в целом война. Поскольку там речь идет о нескольких войнах, которые как бы связаны с последними там четырьмя годами президентства как раз Джо Байдена. Книга, безусловно, интересная. Посмотрите также мое интервью с Ирианом Дышевским, в котором мы подробно поговорили о ситуации в Соединенных Штатах Америки. Это американский политический эксперт. Давайте поделимся с вами последним замечанием. Это очень интересное слово. У каждого языка есть свои особенности. И вы знаете, когда Лев Толстой назвал свой роман «Война и мир», он слово «мир» вложил в оба смысла. Не только «мир» как «peace», но и «мир» как «world». И поэтому все переводчики, значит, войны мира на другие языки, сталкиваются с этой проблемой. Потому что когда переводят это, значит, «for and peace», это теряется второй смысл, к сожалению. Это происходит почти на всех языках. То есть вот... Да, 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 да. Согласен с вами. Спасибо, спасибо большое, господин Мамедов. И до новых встреч. До свидания. Спасибо за приглашение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok